ну что ребят всем привет всем привет и сегодня я на даче у себя и хочу вам как раз показать как вы уже поняли из видео вот один и вот другой это у нас термос и 1 и 2 литра и 1 литр да вы у меня можете посмотреть значит на канале вот здесь вот по ссылочке видео касательно примерно такого же термоса как вот этот как вот этот биосталь вот здесь по ссылочке посмотреть что хочется сказать биосталь мне не зашел потому что по качеству он все-таки не очень не очень на мой взгляд я посмотрел еще раз пересмотрел комментарии сделал дважды замер по как она называется по температуре в общем первый день когда я залил в него в этот термос воду кипяток он продержал порядка 22 часов 24 часов в принципе у меня не было вот этого термометра поэтому как бы я мог только на палец но в принципе вода была нормально а во второй раз я залил кипяток где-то часов через 12 он уже стал теплым причем когда я заливал ребят это не тот термос это термос арктика но я говорю сейчас про термос который без сталь да почему его сдал когда я заливал в него кипяток вот в этом месте ровно по центру я ощущал тепло потом со временем тепло здесь проходило но тепло появлялась на крышке на крышке в принципе это нормально это логично и на этом термосе тоже в районе крышки и вот на этом термосе тоже в районе крышки есть какие теплые участки но всем известно что через горлышко уходит тепло в этих термосах так вот ребят мне не понравилось я посмотрел еще раз отзывы и сдал этот термос биосталь несмотря на то что он у меня стоил довольно дешево ну порядка 900 рублей плюс моей скидки в итоге где-то за 600 за 500 я его взял дальше смотрим ребят в чем дело вообще я планирую ездить куда-нибудь не то что в туристические поездки да но в какие-то может быть затяжные поездки на 500 километров на 800 километров за один день и конечно желательно но это не по городу безусловно да как вы понимаете а я собираюсь ездить с одного города в другой постольку поскольку я живу в севастополе мне интересно ездить в сторону анапы например да куда-то в сторону новороссийска и там же довольно значительные расстояния о но примерно если до анапы туда и обратно это 800 километров если дам новороссийска это уже извините тысячу километров ну а соответственно мне надо в дороге что-то пить очень хочется допустим выйти из машины либо если это прохладно в машине налил себе чайку взял бутербродик покушал и поехал дальше то есть проблем никогда не будет у вас я как делал раньше выходил из машины открывал багажник доставал бутерброд съедал запивал холодной водой ну собственно говоря я не останавливался около магазинов в основном я стану там где можно было налить кофе чай я основном останавливался именно там где никого нет вот такие стоянки допустим на трассе таврида знаете там такие вот большие именно авто стоянки где можно переночевать там но чисто голое поле абсолютно асфальтирована естественно но там принципе удобно было стоять никому не мешать в общем предисловие я закончил и что хочу сказать не могу никак выбрать сначала я взял вот этот арктику это термос на 1 литр но затем никак я не мог вот прийти в себя пока не взял вот этот термос 1 и 2 литра мне казалось что вот этот термос лучше чем вот этот ну чем-то он меня притягивал молотковой эмаль там красивый но вы знаете мне вот я кстати в одно и то же время залил и сюда и сюда кипяточек вчера и на данный момент буквально через 30 минут будет ровно 24 часа я не случайно взял термометр мы померяем температуру что здесь что здесь и узнаем какой лучше держит но по значит по инструкции по отзывам значит соответственно вот этот термос который на 12 держит по инструкции 32 часа вот этот держит 26 часов ну примерно так так она и выходит на самом деле этот у меня уже не первый день и с этим термосом арктика 1 литр я как бы уже даже ездил но давайте про термос арктика серебристый литровый он поступает к вам в качестве посылки вот именно с таким чехлом если посмотреть на чехол ребята извините у меня будет не очень качественно но расстояние я смотрю достаточно большое чехол в при ну давайте ладно давайте подойду попробовать вот такой вот чехол он здесь сделан вот из такой ткани то есть у него как бы есть возможность немножечко сдерживать тепло прошит хорошо сделан хорошо но зараза воняет просто жуть какая-то он у меня на балконе висел три дня три дня висел на балконе и до сих пор запах этот химии какой-то сохранился а был ужасный жуткий запах прям первый день я не мог вообще у меня в носу вот это вот застрял этот запах ужасно было ужасно сейчас осталось немного но факт в том что он есть хоть вонючий но чехол есть и чехол сделан хорошо ребят это так сказать брезент а внутри ну вот это вот зеркальная поверхность чтобы удерживать тепло скажем так если мы пойдем к самому термосу ребят то он мне ну скажем визуально наверно нравится больше потому что вот этот кажется более семейным более старым семейным а вот это более современный ну и он такой интересно сделанный что мне мне у него нравится эта крышка она достаточно большая больше чем у вот этого второго термоса и из нее приятно пить когда вы наливаете горячий кипяток ребят получается вот сейчас вот я не знаю почему крышка вся изнутри ну наверное тепло это тепло испаряются на крышку сюда вот а потом это отсюда с крышки сливается вот вот сюда поэтому здесь такие капельки но это не чай это чистая вода за счет испарения значит крышка вот на этом термосе серебристом больше чем вот эта крышка на красном термосе и когда мне поставили вот этот термос прислали этот термос пластик вот на вот этой чашки крышки он тоже вонял химии сейчас едва едва после того как я его 23 раза с какими-то химическими препаратами тоже мыл под водой под струю воды значит я его с мылом мыл с каким-то жидким мылом ил но в общем запах вроде как прошел и пить можно и уже с учетом этого довольно выгодная покупка но опять же здесь литр заявлено то есть надо понимать что 0 95 но 950 миллилитров а на красном получается 1 и 2 но сразу 50 надо убирать чтобы горло но в горловине было воздух был правильно для того чтобы крышку закрыть в общем этот мне больше нравится но объем у него меньше если стран крышка кстати закрывается довольно комфортно все мы его закрыли он хорошо довольно хорошо держится что здесь ребят кстати вес вот этого вместе с водой 1700 грамм ну сколько здесь сейчас 1 килограмм 700 грамм вот этот один килограмм 500 грамм полный с водой с горячей полтора килограмма 1700 то есть 200 грамм уже такое одно дело если мы допустим с вами едем на машине нам все равно какой вес но другое дело если мы идем берем рюкзачок с вами любой у каждого из вас есть рюкзак кладем туда водичку эту то есть термос и с этой водичкой с этим термосом идем кто-то скажет ну 200 грамм фигня но вы пройдите пять километров вы узнаете что 200 грамм это не такая уж фигня да за эти пять километров вы будете постепенно выпивать чаю уменьшать вес но все равно ребят дальше вот этот термос толщина один сантиметр чем вот этот и на пол сантиметра ниже чем вот этот но дизайн все-таки на стороне вот этого лично у меня чтобы закончить разговор вот по этому термосу я хочу все-таки еще один момент уточнить когда вы складываете термос в чехол вы в принципе очень удобно можете носить его и в принципе по большому счету насколько я понимаю здесь есть как она называется ну гульфик дав на штанах а здесь молния насколько я понимаю молния рассчитана на вес в полтора килограмма ну наверное какие-то усилия если вы вот так вот будете делать молния на это рассчитана однако устойчивость когда вы ставите свину вертикально да она уже страдает потому что устойчивость не очень хорошая здесь за счет всяких вот тканей которые немножко скругляют низ но все-таки здесь есть чехол и вы можете отдельно в руки идти у вас рюкзак а в руке вы можете нести спокойно эту штуку либо за эту штуку как-то прикрутить к тому же рюкзаку снаружи что касается здесь здесь чехла нет у него мы откручиваем и фишка у него как бы с одной стороны фишка с другой стороны нет вот такой чехол крышка до которая состоит из двух крышек но это всем известно но они настолько миниатюрные очень маленькие вот это особенно очень маленькая и как ноготочек знаете еще какой минус когда вы даже скручиваете и наливаете себе одному кипяток как на той крышке в том литровом как и здесь все равно чувствуется и держать ну достаточно некомфортно если наливать половинку то в принципе можно там нормально себе пить но если вы наливаете всклей до конца будет достаточно горячо так ну и форма более старинная такая напоминает вот что-то такое вот непонятно в принципе я не знаю мне кажется все таки я себя ставлю черный но очень важно посмотреть температуру и давайте посмотрим температуру как она будет сейчас выглядеть сейчас сделаю один момент так у меня здесь есть импровизированный вот такой вот стуле столик но правда его особо видно не будет и так сейчас последний наверное замер у нас будет значит открываем и достаем доставать из этого чехла как вы видите тоже не совсем удобно но если мы допустим вот так вот наклоняем и из чехла вот таким вот образом мы его вытаскиваем то гораздо удобней и так последний момент который мы с вами делаем это смотрим температуру значит обратите внимание какое горлышко здесь а какое здесь лично мне нравится здесь и еще у красного были вчера проблемы у меня с резинкой я несколько раз эту резинку пробовал как-то сделать и но достаточно сложно для меня было по сравнению по сравнению вот как вы видите красный и черный красный меньше чем черный колпачок и так убираем и давайте все таки сделаем замер чтобы ничего не упало давайте наверное все таки по одному и уж уж поверьте кстати здесь хлопок сработал и уж поверьте мне на слово я не буду вам четко показывать но пар идет хороший но хочу обратить внимание что у меня на даче все таки довольно прохладно и так температура у нас или может быть вам все таки как-то можно показать давайте попробую так вот как то тогда блин чтобы не вылился так сейчас попробуем опускаем опускаем вот тогда у нас и делаем вот таким вот нам сюда пожалуйста так но вы уже увидели сколько температура я еще не час посмотрим 50 я думаю 57 58 градусов сделайте стоп-кадр и посмотрите ребят сейчас посмотрим другой термос час я его завернул итак ребят и так и так вот у нас термос он кстати не хлопнул и сейчас сюда отойду посмотрю если дымок есть ребят здесь дымок тоже есть на красном и и давайте посмотрим какая у него температура надеюсь здесь достанет до должно достать хух может быть недостаточно достать достает потому что я воду выливал между прочим в одном в одном термосе вот в этом красном короче на 200 меньше но здесь 1400 1500 а в том 1300 так чтобы быть точным сейчас налью чайку на и на сюда потому что здесь 62 градуса ребят будет вам видно не будет я не знаю 62 градуса в этом значит час я закрываю крышечкой быстро ну как это я все не подготовлено да сейчас ребят ну в общем так ребят сейчас я отсюда быстренько налью хлопка здесь кстати не было и это конечно проблемка наливаем отсюда вроде как кипяточки есть закручиваем и я уже самостоятельно смотрю без вас температуру чая надеюсь пока он горячий так вы в принципе тоже можете немножко поучаствовать так 50 ну я считаю что все таки здесь 62 как и говорил там меньше но вот в чашке 58 59 чашки здесь 59 то есть все таки ребят на мой взгляд особой разницы нет что тот что этот давайте здесь наливаем и черный конечно но серебристый мне больше нравится по всем этим характеристикам неожиданно но хлопочек здесь был так давайте пробуем да конечно же кружки они холодные поэтому да и здесь сразу тоже чувствуется стаканчик холодный едва доходит до 50 поэтому наверно самые правильные замеры когда я пускал в горловину ребят ну что ж я думаю на этом все так что сделаем таким образом ребят все спасибо что были спасибо что посмотрели пишите свои комментарии у кого-то может быть и есть чайок смысле не чайок аппарат этот термос посмотрим какой из них горячее довольно комфортный в красном примерно одно и то же и так ребят я себе оставляю вот этот всем удачи и пока увидимся